После отступления российской армии на левый берег Днепра, как предполагают эксперты, ВСУ продолжат огневое воздействие на противника. Из-за особенностей местности, степи, низкой плотности застройки, армия Федерации будет сложно замаскировать технику и позиции живой силы. Помогает и погода. Отсутствие зелени на деревьях упрощает работу украинской армии. Я вижу самое логичное сейчас, это заставить россиян, скажем так, убежать, отойти, извините за жаргон, отвалить от Днепра, от речки Днепр максимально вглубь. То есть наши военные, которые сейчас занимают правый берег Херсона, весь Херсон, они будут своим огнем отдвигать, отгонять россиян от берега Днепра. От того, чтобы россияне не сотворили с Херсоном то же самое, что они делали с Харьковом, долгое время не обстреливали его. Используем ствольные артиллерии, системы залпового огня, там разные, просто хаотично обстреливать. Не какие-то цели конкретные, а просто обстреливать. То есть мы их будем отгонять, отгонять максимально. Стратегические победы украинской армии отмечают и иностранные военные аналитики. В Британии уверены, даже в преддверии зимы и ухудшения погодных условий у ВСУ есть время, чтобы еще больше деморализовать российскую армию и разбить часть военной техники противника. Украина также добилась важных военных целей. Да, взятие Херсона. Но также и довольно значительных побед на Востоке. Критически важно, чтобы их системы дальнобольного оружия, в основном Хаймерс, оказались достаточно близки к значительной части украинской территории, которую сейчас оккупирует Россия. Так что, когда погода ухудшится, что уже происходит, и боевые действия в значительной степени станут статичными, они все равно продолжат сражаться. У украинцев все еще есть возможности ослабить российские силы за эти месяцы, готовясь к еще одному наступлению, которое начнется, вероятно, в феврале или марте следующего года. Также деоккупация Херсона открывает для ВСУ плацдарм для обстрела российского тыла на запорожском направлении, уверены эксперты. Почему я вижу приоритет Херсонской области? Потому что мы уже сейчас с этих же позиций, с Херсоном, мы можем резать, то есть карту можете открыть, провести там условную ту линию, да, там в гугле, там, вот позиция наша до республики Крым оккупированной, откуда едут боеприпасы, топливо, живая сила, техника российская. То есть мы уже можем перерезать эти коммуникации. То есть понятно, что не 100%, но какие-то большие эшелоны с топливом можем накрывать, большие эшелоны с техникой накрывать, эшелоны с живой силой накрывать. То есть и вся группировка российская, которая находится там в Мариуполе, да, которая находится возле Наргодара, Запорожской области, она же питается из Крыма. О полной деоккупации Донецкой и Луганской областей в ближайшие месяцы говорить рано. В этом уверены как украинские, так и иностранные эксперты. При этом массированные обстрелы мирных украинских городов и критической инфраструктуры российская армия, скорее всего, продолжит, пишет Британский Королевский институт объединённых служб. Ещё одна причина обстрелов энергетической инфраструктуры Украины заключается в том, чтобы сделать её более финансово зависимой от Запада. Что, вероятно, совпадёт с более широким дефицитом энергии в Европе и экономическими проблемами для международных партнёров Украины. Это будет сопровождаться информационной кампанией россиян, чтобы попытаться убедить западную общественность тратить деньги дома, а не отправлять их за границу. На самом деле и Украина, и Европа подвергаются атакам через одни и те же точки давления. Из материала на сайте Королевского института объединённых служб. По словам американских аналитиков, карта военных действий не будет значительно меняться до февраля. Это связано с трудными для контрнаступления погодными условиями зимой. К этому времени, уверены в США, обе стороны подготовятся к новому этапу войны. Лариса Зубенко для телеканала Freedom.